здравствуйте друзья вопросик утренний михаил доброго дня очень надеюсь что вы уделите время на мой вопрос и зачитаете его на канале меня зовут нонна смотрю вас очень давно даже и не помню сколько так как я айтишник нашла канал еще когда там были видео чисто по тестированию о как мне в этом году будет 30 лет я живу в самаре на одной из онлайн трансляций я задавала вопрос о себе я работаю ведущим инженером по внедрению в основном моя специализация sharepoint да помню вопрос сейчас уже и как архитектор могу быть и project менеджером опыт в проектах действительно очень большой включая с microsoft самых крупных российских компаниях знаете я читаю думаю на еще и симпатичная так мне вот такой формат идеалистические такие до взгляды опыт работы почти десять лет имеют два высших образования политех компьютерной науки ну и еще одно экономическое зачем пошла не знаю но училась просто одновременно на двух вышек я дверку приоткрою а то у меня что-то жарковато здесь машине так да английский не очень чисто технически для чтения и сдачи технических изданий экзаменов microsoft но уверена что быстро его подниму с сентября начну процесс так как смотрю ваш канал много лет поняла что сша страна в которой я хочу жить создавать семью и родить ребенка была в ноябре 14 в америке вдохновившись вашими видео туристическую визу получила без проблем молодчина проехалась по восточному побережью и укрепила свои выводы о сша и о том что хочу там жить выпущу по западному проехали в пять лет играю в лотерею пока неудачно такой со стажем значит этот иммигрант такой иммиграционно намеренный человек со стажем решила что хочу попасть именно вашу школу так а смысл какой так уже вроде чек с профессии я интроверт есть небольшая реально небольшая проблема с новыми контактами поэтому хочется влиться в школу войти в сша в лучшее место для быстрого старта заодно и познакомиться хорошо сначала тестировщик потом может опять на шерпойнт перейду а может еще кем время покажет работаю над собой по всем направлениям думала уехать сша найдя жениха там но поняла что не хочу другой менталитет нет родства души взглядов хочу найти мужчину из россии который тоже хочет уехать сша а многие девчонки здесь не хотят из россии наши соотечественцы говорят низ не сравнить с американцем не сравнить так как ваш канал очень интеллектуальный его смотрит не всякий сброд хейтеров я не имею ввиду хейтеры филалков а интересные образованные люди друзья это все к вам которые хотят развиваться и вкладывать свое будущее главное будущее своих детей знаю что ваш канал не сайт знакомств это правда но сколько я видео не пересмотрела тут подумала что может что-то новенькое принесу может один раз попробую поэтому может зачитаете мое обращение мужчины до 40 лет из самары и окрестностей если вы одиноки и мечтаете жить в сша и не только мечтаете а хоть что-то делаете для этого или хотите начать делать прямо сейчас давайте пообщаемся возможно уедем туда вместе будем вместе стремиться к своей мечте вдвоем легче и интереснее о как пишите комментарии под видео или письмо тут email имеется михаил спасибо огромное за весь ваш труд и все что вы делаете ваш канал как глоток свежего воздуха интеллектуальности и интеллигентности и просто высокой духовности метр восемьдесят шесть чтобы вы знали у нас очень высоко и семья ваша пример того что люди могут быть разными но смотрите не должны быть в одном направлении и да ну чё едем на работу и так поболтаем ну что ж друзья я рад такому письму хорошему и чувствуется но она очень классная девушка хорошие и похвалила нас так вот наверняка очень хорошие и собственно я чё там не могу сказать email будет в тексте попалный текст ее письма и email в в описании к видео там да у нас там есть место для этого дела но я от себя что хотел добавить анекдотец нет это не анекдотец это из жизни расскажу историю из жизни вот у нас на канале есть человек нет это не буду на всякий случай называть он был в то время холостой и позвонил как-то он у нас учился давно и он говорит миша вот вы там идете на рашин фэр такая ну как сказать русская ярмарка если дословно в местные джуйки в еврейском центре раз год проводится русская ярмарка ну русскоязычная так сказать в основном я не хочу сказать что одни евреи но но достаточно много но сейчас разный народ по-русски говорит поэтому значит можно сказать что такая она советская русскоязычная такая ярмарка и там собирается много русского бизнеса значит там и дегустация водочки и там мы пончики и пирожки там беляши и вообще все кто иду делают все там со своими павильончиками и мелкие бизнесы всевозможные на самом деле у меня есть если не если не больше чем одно то одно видео точно есть с такой ярмарки так так и называется там русская ярмарка вы можете поискать давно снимал я уж не помню там и мы раньше очень активно там присутствовали то есть мы не пропускали ни одного мероприятия участие стоило там долларов 200 или 250 вот тебе за это давали какой-нибудь столик там ну и вообще веселый тусняк такое это было обычно воскресенье и там целый день за сидишь люди ходят вокруг а поскольку у нас студентов выпускников много соответственно там мы встречали много знакомых там потрепаться там и так далее ну я не знаю я считал что для нас это важно вот там участвовать последние годы как-то мы перестали этим заниматься вот но в то время участвую очень активно то есть не пропускали и он говорит вот вы идете на русскую ярмарку я говорю а как же конечно он говорит можно ягодь с вами там буду сидеть тоже стульчик мне поставить и я буду сидеть как бы от школы ну я говорю ну конечно можно о чем речь я бы всегда рад но смысл то в чем он говорит ну понимаешь вдруг вот выгодит там будет ягодь сижу и вдруг придет какая женщина лет там 35 симпатичная свободная и так то рыбара иначе и ты тут выгодит нас и познакомишь или там я сам познакомлюсь я говорю а почему надо за нашим столиком сидеть в чем смысл столика ну что как ты не понимаешь это не то что какой-то там мужик значит непонятный пристает это культурно люди на мероприятии сидят значит все официально то есть как бы уровень доверия выше ягу ну ладно приходи вот и он там пришел посидел день я там не знаю уже познакомился с кем-то или нет но после этого начались значит всякие события а я поскольку мне это смешно все было очень как как-то вообще подход такой я каждый месяц в местной газете которая называется новая жизнь тут есть такая русскоязычная газета джуйкой же издается вот и я каждый месяц писал там значит статью у меня была колоночка своя я писал статью ну и я так между делом я писал про ярмарку а заодно уже это тоже рассказал ну так люди любили очень веселые истории всякие читать приколы и вот я как прикол значит написал но и тут начались чудеса значит во первых стали звонить женщины прямо в школу требуя познакомить с мужчиной который интересуется значит мы им давали телефон гаррика там и так далее а потом значит что там еще было да прошло какое-то время позвонил мужик и стал просить его телефон значит и я говорю а вы-то чего говорю ну ладно там женщины звонят вам-то он зачем он говорит михаил год но подумайте сами всегда же остается там какое-то количество неиспользованных вариантов так я хочу чтобы он со мной поделился вот значит из жизни мы три мы матримониальных молодых людей и среднего возраста тоже так что такие у меня воспоминания я не не то что там хотел что-то такое сказать по поводу письма еще раз я просто вас повеселить так значит с утра еду в офис у меня урок новая группа начинается full time вот вчера там приезжал народ из разных мест ой так что я еду на урок сегодня пораньше вот у меня в 10 начнется а сейчас где-то без четверти вот я думаю надо же что-нибудь рассказать веселенькое сутричка а то потом когда еще расскажешь вот на этом наверное все значит мы желаем но не успехов я честно говоря может быть еще один комментарий там вот эта область я не помню какая самарская в общем вот эта вот область я я не очень понял почему это должно быть именно из из одной области то есть мне кажется что но она может быть заинтересовалась бы кем-то близким духовно и иммиграционно и из других областей так я как-то даже немножко удивился вот такой как бы или самарская какая-то область я извиняюсь я не помню я за рулем не могу посмотреть вот но в общем я бы не стал такой же географически заужать честно сказать все ребят счастливо и конечно лучше бы с фоткой правда вот лучше но фотки нет но есть email поэтому друзья будьте пожелаем успеха единственно что я я хочу это обратиться к нашим зрителям чтобы они может быть если у них вообще есть такие намерения матримониальные чтобы они не на канал нам писали а может быть на форум на залив орг я могу в отдельную тему выделить там если хотите но во всяком случае как-то мы не хотим не хотим канал превращать он уже прямо уже в такую доску объявлений но как по первости для прикола мне очень нравится эта идея все но не наилучшие пожелания счастливо